Эпопея с санаторным дерибаном началась в 2001 году, когда Горсовет внес изменения в генплан. Тогда разрешили менять целевое назначение участков и застраивать рекреационные земли. Это решение стало спусковым механизмом. Один за другим санатории начали банкротиться, а их земли по клочкам растянули будущие дачники. Мы взяли для примера три такие бывшие лечебницы, чтобы показать механизмы приватизации народного. После скандального решения властей первой пала именно Украина. Земли почти сразу выделили пятичастникам под индивидуальные жилые застройки – дачи. Тогдашний директор санатория не возражал. Пять людей – это дальняя часть санатории, которая застроена. На настоящий момент там стоят коттеджи. Вот это самый первый этап застройки. Основная территория находилась, по-прежнему продолжалась в управлении. После этого территорию продолжили делить, аргументируя это тем, что земли не используются. Дескать, лишнее можно продать и вложить в лечебницу. Но на деле санаторий с каждым днем ветшал все больше и больше, а на его землях вырастали новые частные домики. А дальше, пользуясь законом Украины о бесплатной приватизации, каждому гражданину Украины участков 10 соток, мы понимаем, что данные участки были «бесплатно», в кавычках подарены. Понимаю, что подобные вещи бесплатно не делаются. Значит, кто-то получил либо хорошие взятки, либо откат, либо кто-то отработал какие-то свои обязательства. Сейчас эта территория поделена между участниками, но около 30 участков все еще в коммунальной собственности. Но город свои права пока не реализует. Ни одного социального проекта на этой территории журналисты так и не увидели. Защитить еще один санаторий на французском бульваре в свое время пыталась прокуратура. Но предотвратить незаконное отчуждение земель не вышло. Ведь тогда в этом был замешан никогда один из самых влиятельных одесситов – Игорь Марков. В 2014 году он бежал в Россию. Главный врач санатории Иваненко, превышая свои служебные полномочия, уклал с ТОВ-Авиаком договор про куплю строительных материалов на сумму 2,1 миллиона гривен. И подписал акт про получение таких материалов. Но фактически строительные материалы в санатории поставлены не были. Через фирму Маркова по подставной схеме у санатория Чувырина появились долги. Дальше схема стандартная. Инвестор идет в суд, где передачу части земель отмывают мировым соглашением с руководством здравницы. Сначала выдают землю под каким-то строением. Но на практике такие участки всегда в разы превышают площадь выделенного здания. Частично санаторию Чувырина все же повезло. Его территория не пустует полностью. Здесь уже давно красуются высотки. Но отжать территорию полностью не позволяет этот особняк. Он внесен в реестр памятников архитектуры. Но, как показывает одесский опыт, развалить памятник ради застройки можно. Эта проблема вполне себе временная. Но за отжатое никто особо платить не хочет. Здесь рождаются схемы уклонения от налогов. Чтобы награбленное не стало убыточным, права на землеотвод должны находиться в подвешенном состоянии. А чтобы что-то все-таки отхватить, можно санаторий разбить на отдельное строение и каждому присвоить разный адрес. Часть объектов недвижимости, которые находились на данной территории, которая имела определенный адрес, они просто-напросто, опять-таки, с участием городской власти, изменили свой почтовый адрес. Так, на территории санатория Молдова по адресу Пасмитного 2 появляются дома 2А, 2Б и так далее. Они уже не числятся за санаторием. Остатки государственной здравницы охраняют люди в форме, которые, судя по всему, не знакомы с законодательством. Есть это самое директор, директор есть, и вы должны это... Я как журналист, имею право право в общественном месте снимать любое заведение. Почему мы не имеем право снимать санаторий, который принадлежит стране, в которой я живу, в которой я плачу налоги? Выключайте все. Вы мне сейчас предоставите свое журналистское удостоверение, которое я... Покажите охранник, покажите удостоверение охранника. Я вам говорю, ну я же ничего. Покажите удостоверение охранника. Кто вы такой? Идет мужчина, подходит ко мне, говорит, предоставьте мне удостоверение. Кто вы такой? А вы... Да давай вы простому человеку обязаны предоставить. Я ничего не обязана. Вы обязаны как журналист предоставить. Я не являюсь госслужащим. Я не вам не обязана. Я не обязана, я не госслужащий. Все Одесские санатории частично принадлежали территориальной громаде, а частично Укрпрофздравнице. Последняя уже давно превратилась в акционерную компанию. Так что удивляться откровенному Дерибану не стоит. Надо защищать то, что еще осталось.